МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Мы не признаем всерьез итоги голосования по целому ряду регионов, где наших кандидатов снимали. Мы категорически выступаем против использования ДЭГа на последующих выборах. Избирательную систему нужно срочно реформировать. КПРФ констатирует, общество окончательно утратило доверие к выборному процессу. Более 15 лет жители Трущоб в подмосковной Ивантеевке ждут расселения из дряхлых покосившихся вараков. Мы живем на хлебе и воде, потому что наших пенсий ни на что другое не хватает. Мы не хотим миллионы песо, мы просим минимальное повышение. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, люди вышли на акцию протеста с требованием отмены вето-президента страны Милея на повышение пенсии. Честная избирательная система – гарантия безопасности и прогресса России. Но правящий класс даже в нынешней тревожной ситуации не обеспечил условий для прозрачного и конкурентного выборного процесса. Об этом говорится в заявлении президиума ЦК КПРФ. Этот документ коммунисты посвятили подведению итогов единого дня голосования. В нем, в частности, говорится, цитата, «Представители власти оказались не готовы к состязанию идей и программных подходов, к открытой и честной дискуссии». Конец цитаты. Тему продолжит наш материал. Серьезное обсуждение перспектив развития страны в ходе завершившихся избирательных кампаний так и не состоялось. И это тревожный сигнал. В заявлении президиума ЦК КПРФ особо подчеркивается, правящий класс говорит о сплочении нации, но своими же действиями разрушает надежды на достижение подобного единства. Как и в прежние годы, представители власти решили выиграть административными манипуляциями и грязными технологиями. Зачастую внешние вызовы служили для правящей партии не поводом к конструктивному диалогу, а прикрытием для оправдания махинаций. На выборах продолжали широко использоваться нечистоплотные изобретения лихих девяностых. Порочные методы привели к тому, что значительная часть граждан выражает разочарование в институте выборов, не верит в позитивные перемены через голосование. Мы видим, что желание участвовать в выборах ослабевает на глазах. Несправедливые результаты не воспринимаются всерьез, как и заявление «Единой России» о ее триумфе. Отечественная избирательная система стремительно теряет свою легитимность. Сам этот процесс шел давно, но сейчас давление на свободу воли изъявления усилено до предела, считают коммунисты. К нарушениям, ставшим за десятилетия привычными, прибавилось расширение действия в масштабах страны недавних нововведений. Это прежде всего трехдневное и дистанционное голосование. Еще до подведения итогов выборов ряд оценок мы уже могли дать. Мы уже могли сказать о том, что мы не можем согласиться с электронной дистанционной системой голосования, потому что она уже использовалась не первый раз, и ничего не было предложено для того, чтобы изъяны этой системы устранить. И предложено быть не могло, потому что изъяны этой системы не устранимы. Нет такой методики, которая позволила бы сделать процедуру электронного голосования чистой, честной, и при этом одновременно сохранить тайну голосования. Нет. В Германии были эксперименты, по этому поводу была попытка предложить такую систему голосования, пришлось отказаться, потому что не сочетаются эти две вещи. Прозрачная, чистая, честная, избирательная система и тайна голосования. И то, и другое одномоментно в рамках электронного дистанционного голосования сохранено, соблюдено быть не может. В КПРФ обращают внимание на важную особенность завершившихся избирательных кампаний. Раньше наибольшее количество нарушений фиксировалось непосредственно в день голосования. В этом году правящий класс явно сделал ставку на удаление сильнейших кандидатов от оппозиции или на стадии выдвижения, или чуть позже. В результате некоторые выборы оказались фактически безальтернативными. Мы еще до завершения избирательной кампании могли сказать, что у нас не будет возможности согласиться с результатами голосования по целому ряду регионов. Там, где наших кандидатов просто брали и не допускали до выборов. Или брали и снимали с дистанции уже, когда они были зарегистрированы. Такие вещи были по всей России. Ну, конечно, самая вопиющая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где господин Беглов старался максимально комфортно для себя условия создать. Сформировал пул оппонентов из абсолютных спойлеров, и где наш кандидат, в данном случае речь идет о Романе Каноненко, первом секторе городского комитета, не был допущен до участия в избирательной гонке. В КПРФ подчеркивают, завершившиеся избирательные кампании практически разделили историю выборов в России на до и после. Раньше власть поддерживала хотя бы видимость открытости, демократичности и легитимности процесса. Теперь нет даже этого. В результате редкий избиратель в этом году дошел до участков для голосования. Россияне не верят таким выборам. Мы видим, что действительно выборы, как волеизъявления граждан, при всех возможных оговорках, для которых было достаточно поводов и в предыдущие годы, в прежнем виде, к сожалению, прекращают свое существование. Москва в этом смысле, к сожалению, впереди всей страны. Здесь уже давно используется практика как бы превращения столичного региона в своего рода полигон для различного рода электоральных экспериментов. И, увы, мы видим, что последнее внедрение всеобщего электронного голосования, причем фактически принудительное внедрение, когда избирателям пришлось просить, оправдываться и всячески исхитряться, чтобы получить положенный по закону бумажный бюллетень, довела вот эту гнилую систему до абсолюта. Выборы в прежнем виде уже, ну, наверное, свое существование действительно прекратили. Они стали своего рода такой, знаете, спецоперацией электорального типа. Коммунисты предупреждают. Закрывая обществу возможность мирным путем влиять на будущее государство, власть ставит под удар внутреннюю стабильность России. Число сторонников левых идей в стране за последние несколько лет заметно возросло. Именно на работе с этой частью населения коммунисты намерены сосредоточиться сегодня, в период кризиса выборной системы. Нужно в первую очередь помогать вот тем росткам самоорганизации на местах, которые сейчас существуют. Независимые профсоюзы, инициативные группы, там неравнодушные граждане, которые готовы сплачиваться для борьбы с той или иной проблемой. Все это заслуживает всей всяческой поддержки. То есть те элементы протестного движения, которые сегодня существуют, они должны всячески пестоваться и, значит, получать дальнейшее развитие. Обязательно нужно укреплять свои связи в рабочем классе. В сложившейся ситуации работа коммунистов направлена прежде всего на реформирование профильного законодательства. Так, одной из главных проблем в КПРФ считают критическое сокращение возможностей контроля за ходом очного голосования. Все исправления избирательного законодательства направлены только на одно, чтобы сохранить власть нынешней партии власти. Оказывается, наблюдение не нужно, которое было заложено. Институт членов комиссии с совещательным голосом ликвидирован. Против наблюдателей КПРФ выставляют контрнаблюдателей от общественных палаток, задача которых доказать, что то, что увидели наблюдатели КПРФ, это неправда. То есть вот такое извращение. Не выполняется даже требование существующих регламентов. Понятно, что все эти вещи обжалуются, мы об этом говорим, мы к этому привлекаем общественное внимание. Но еще раз говорю, должно быть возможность у гражданина повлиять, наформировать власть бюллетенем. Еще одна важная инициатива КПРФ – ликвидация так называемого муниципального фильтра. С его помощью власть легко манипулирует возможностями кандидатов от оппозиции участвовать в выборах. Коммунисты испытали это на своем опыте много раз. Мы давно вносили отдельные элементы, например, устранить депутатский фильтр, который странно выглядит. Партия парламентская, партия имеет большую фракцию в Государственной Думе, имеет свои подразделения, своих депутатов, измеряемых десятками тысяч в стране. И вдруг ты должен какой-то депутатский фильтр проходить в конкретном регионе, причем при помощи этого депутатского фильтра вычищают наших достойных кандидатов, которые действительно могут победить. В ближайших планах коммунистов добиться принятия своего проекта избирательного кодекса. Он уже внесен на рассмотрение Госдумы. Важнейшие тезисы документа – отмена электронного и трехдневного голосований, муниципального фильтра, а также создание условий для результативного контроля за голосованием и его итогами. Если говорить не о каких-то отдельных элементах, и отдельных перекосах существующей системы, их слишком много, по отдельности они не исправляются. Именно поэтому мы предложили принять документ, который, кстати, уже во многих регионах существует. Я имею в виду избирательные кодексы, когда в один документ, не в целый круг законов, не в целый список нормативных актов, а в единый документ вносятся все основные критерии проведения избирательной кампании. Вот создать такой документ на общероссийском уровне и предусмотреть при принятии этого документа реальный, вдумчивый, глубокий ремонт нашей искореженной, перекошенной и все более никчемной избирательной системы. Сентябрьские выборы нанесли удар по перспективам сплочения нации перед лицом геополитических угроз, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Выступая с трибуны Госдумы, он призвал правящий класс осознать. Подобные избирательные игры на фоне специальной военной операции опасны и ставит под удар суверенитет страны. Я считаю, для всех нас сейчас главная задача обеспечить победу над нацизмом, фашизмом этой НАТОвщиной. Хотя против нас уже воюет не НАТО, а Рамштайн, потому что 50 стран, включая Японию, включились в эту войну. Нет никакого конфликта. Это полномасштабная гибридная война. И если мы не поймем и дружно не ответим, то тот тезис о том, что ядерной стране нельзя нанести стратегическое поражение, будет опровергнут. На мой взгляд, в целом ситуации, в военно-политическом плане, она крайне сложная и опасная. Лидер КПРФ отметил, что России нужна новая победная модель развития. Геннадий Зюганов призвал партию власти к разговору об образе будущего страны и подчеркнул, конструктивной такая дискуссия может стать только при условии проведения в стране честных выборов. С полным текстом заявления президиума ЦК КПРФ вы можете познакомиться на партийных информационных интернет-ресурсах. Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России. Стоит отметить, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае прямого участия стран Запада в украинском конфликте Россия будет вынуждена принять соответствующие решения. Коротко о других новостях в стране и мире. Дивизия атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота награждена орденом Нахимова. Его вручил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Торжественная церемония состоялась в пункте постоянного базирования соединения на полуострове Камчатка. Стоимость новых бизнес седанов «Лада Аура», который готовится выпустить автоваз, превысит 3 миллиона рублей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Запуск серийного производства новой модели ожидается в сентябре. Седан позиционируется как автомобиль для госслужащих. В Уссурийске прошло торжественное открытие агрофорума «День поля». В мероприятии принимают участие около 500 сельхозпроизводителей Приморского края и регионов Дальнего Востока. На форуме представлены передовые технологии отрасли от ведущих российских аграриев. Сотни пенсионеров собрались на акцию протеста перед зданием Конгресса в Буэнос-Айресе. Протестующие потребовали отмены вета президента Аргентины Хавьера Милея на повышение пенсий. Правоохранители вступили в стычки с демонстрантами. В ход пошли силовые методы и спецсредства. В Молдавии протестуют фермеры. Манифестанты собрались в Кишиневе перед зданием администрации президента Май Санду. Участники акции просят оказать поддержку аграрному сектору на фоне высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. В Венгрии из-за продолжающихся проливных дождей начались паводки. Вышедший из берегов Дунай затопил центральные набережные Будапешта. По прогнозам максимальный уровень подъема реки ожидается в эту субботу. Дурной сон в голубых спальнях продолжается. Более 15 лет жители трущоб в подмосковной Ивантеевке ждут расселения из дряхлых покосившихся бараков построенных в 1906 году. Но оказывается, что качество жизни людей зависит от бизнес-моделей и администрации городского округа Пушкинский. Подробности в нашем репортаже. В центре Ивантеевки стоят три барака. В народе их прозвали голубыми спальнями. О жизни людей в этих царских хоромах наш телеканал рассказывал еще в прошлом году. С того времени мало что изменилось. Обитатели трущоб, не найдя поддержки у чиновников, обратились за помощью к местным коммунистам, чтобы в очередной раз придать огласке проблему с расселением. Вот это администрации нужно. Ну так вот и начнем с этого. Потому что они все это и возьму затеяли. Если бы был у нас гривнев, то наверняка бы нас уже бы расселили. Как бы рубить и дома. Пришла новая власть и началась дележка. Еще в 1997 году выездная комиссия администрации Московской области установила, что бараки на Первомайской непригодны для проживания. Но никакие меры с тех пор не были приняты. Удалось нам в прошлом году встретиться с губернатором нашей области Воробьевым Андреем Юрьевичем. При личной встрече он был очень удивлен, что наши дома до сего времени еще не расселены. Я к нему обратилась, я говорю, помогите нам, пожалуйста. Он сказал, чтобы эту проблему решили. Поручение губернатора не было выполнено из-за бюрократии бизнес-моделей застройщиков, которые должны были предоставить квартиры обитателям голубых спален то в ЖК Пушкарь, то на заводской. Жители решили сходить на прием к главе городского округа Пушкинский. Мы ходили к нашему главе Максиму Валерьевичу на въезде в город после жилищного массива Пушкарь. Именно в этом жилищном массиве 10 августа 23 года глава города Красноцветов Максим Валерьевич обещал жителям квартиры голубых спален. Но так они их и не получили. После публикации информации о встрече коммунистов с жителями Ивантеевки в средствах массовой информации Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 315 УК РФ. Затем жители незамедлительно пригласили на прием в администрацию даже прислали за ними автомобиль и в присутствии следователя гражданам были даны обещания о расселении. Чиновники местной администрации очень любят красивые отчеты для областного начальства. Но только они забыли о дряхлых покосившихся бараках которые находятся буквально в 100 метрах от здания администрации в городе Ивантеевка. О людях просто-напросто забыли. Но о них вспомнили люди в погонах. Пушкинские коммунисты в свою очередь также будут дальше освещать события и помогать жителям голубых спален этих бараков переехать в комфортное жилье. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин